Михаил Зощенко, галоша. Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно если сбоку поднажмут, да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит. Вот вам и нет галоши. Галошу потерять прямо в стеки. С меня галошу сняли в два счета, можно сказать, ахмутно успел. В трамвай вошел, обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая, гляжу, одна галоша здесь, на ноге, а другой нет. Сапог здесь, и носок лежу здесь, и под штаник на месте, а галоши нет. За трамваем, конечно, не побежишь. Снял остальную галошу, завернул в газету и пошел так. После работы, думаю, пущусь в розыск. Не пропадать же товару. Где-нибудь да раскопаю. После работы пошел искать. Первое дело посоветовался с одним знакомым вагоновожатым. Тот прямо вот так меня обнадежил. Скажи, говорит, спасибо, что в трамвае потерял. В другом общественном месте не ручаюсь, а в трамвае потерять святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело. Но говорю спасибо. Прямо гора с плеч. Главное, галоша почти что новая. Всего третий сезон нашу. На другой день иду в камеру. Нельзя ли, говорю, братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае сняли. Можно, говорят, какая галоша? Галоша, говорю, обыкновенная. Размер двенадцатый номер. У нас, говорят, двенадцатого номера может двенадцать тысяч. Расскажи приметы. Приметы, говорю, обыкновенные какие. Задник, конечно, обтрепан. Внутри байки нету. Сносилась байка. У нас, говорят, таких галош может больше тысячи. Нет ли специальных признаков? Специальные, говорю, признаки имеются. Носок вроде бы начисто торм. Еле держится. И каблука, говорю, почти что нет. Сносился каблук. А бока, говорю, еще ничего. Пока удержались. Посиди, говорят, тут. Сейчас посмотрим. Вдруг выносят мою галошу. То есть ужасно обрадовался. Прямо умилился. Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди, сколько хлопот на себе приняли из-за одной галоши. Я им говорю. Спасибо, товарищи, друзья. Погроб жизни. Давайте поскорее ее сюда. Сейчас я надену. Благодарю вас. Нет, говорят, уважаемый товарищ. Не можем дать. Мы, говорят, не знаем. Может, это не вы потеряли. Да я же, говорю, потерял. Могу дать честное слово. Они говорят. Верим и вполне сочувствуем. И очень вероятно, что это вы потеряли именно эту галошу. Но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу. Пусть дома управления заверит этот факт. И тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял. Я говорю, братцы, говорю, святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаге. Они отвечают. Да тут говорят. Это их не дело дать. На что они у вас существуют? Повердел я еще раз на галошу и вышел. На другой день пошел к председателю нашего дома. Говорю ему. Давай бумагу, галошу дни. А верно, говорит, потерял. Или закручиваешь. Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба? Ей, Богу, говорю, потерял. Он говорит. Конечно. На слова я не могу положиться. Вот, если бы ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что галошу потерял, тогда я бы тебе выдал бумагу. А так не могу. Я говорю. Так они же меня к вам посылают. Он говорит. Ну, тогда пиши заявление. Я говорю. А что там писать? Он говорит. Пиши сего числа. Пропала галоша и так далее. Даю, дескать, расписку о невыезде до выяснения. Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил. Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот, без галоши, выдают мою галошу. Только когда надел галошу на ногу, почувствовал полное умиление. Вот, думаю, люди работают. Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей галошей столько времени? Да выкинули бы ее только и делов. А тут неделю не хлопотал. Выдали обратно. Одно досадно. За эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под мышкой в пакете. И не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвай. Это гиблое дело, что не в трамвай. Ну где же ее искать? Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. В другой раз встанет кушно. Взглянешь на галошу. И как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает. Сохраню эту галошу на память. Пущай потом.